Шалом, уважаемые дамы и господа! Книга Берешит, особенно ее первая глава, оставляет впечатления очень разные. Там речь идет о многих поколениях, о многих людях. У меня номер лично, вот первое впечатление, когда Адам и Ева, или Хава, подставлены перед фактом, они загрешили. Адам на предъявленное обвинение от Всевышнего в виде вопроса, а может быть ты там сорвал, может быть ты плод съел. Он говорит, жена, которую ты мне дал, то есть он обвинил и жену, и Всевышнего. Ты, говорит, она, ту, которую ты мне дал, ты ее, мол, выбрал, ты ее мне дал, ты виноват, и она еще виновата, что она мне дала вот этот плод. Теперь, что она говорит? Змей меня искусил. Мы видим здесь с вами, дамы и господа, великую вещь. В человеке заложено вот это чувство не принимать ответственности. Ну, я не говорю обо всех, но из этого можно выучить важнейшую вещь. Ответственность принимать нужно всегда. Поэтому, говорят наши мудрецы, должен человек сказать, только для меня создан этот мир. Когда мы слушаем такие вот такие слова, мы говорим, что значит только для меня. Что никого больше в мире нет. Ты должен быть как первый человек. Адам. Единственное имя, единственный статус, который не бывает во множественном числе. То есть Адам, это слово, в отличие от всех еврейских слов, оно не произносится во множественном числе. Адам это один. То есть ты должен быть как тот Адам, который был создан. И знать, что от твоего слова, от твоего принятия ответственности зависит весь мир. И ты не можешь ни на кого перевесить или перевести стрелу и сказать, он виноват, он виноват. Потому что ты один. Мир только для тебя. Я всех хочу поздравить с Божьей помощью с началом чтения Торы. С Божьей помощью. Увидимся с вами на уроках. Шалом, шалом. Продолжение следует.